Уйгурские дети из европейских стран приняли участие в акции «Назад в прошлое», которая прошла в Берлине, столице Германии. 26 уйгурских детей, их родители из Англии, Франции, Бельгии, Норвегии, Швеции, Финляндии и других стран Европы, получившие образование в школах с родным уйгурским языком, приняли участие в мероприятии «Назад в прошлое», проведенном в Германии в рамках Всемирного уйгурского конгресса. В соответствии с политикой концлагерей в Восточном Туркестане интенсивно продолжается политика ассимиляции принудительного труда. Китайский режим подвергает людей за пределами лагеря принудительному труду, который в народе известен как хашар. В видеозаписях, распространяемых в китайских соцсетях, показано, что уйгуры, которые якобы находятся на свободе за пределами лагерей, вынуждены физически работать на полях под надзором полиции. Заявление президента Франции Макрона о том, что Европа не должна следовать за США во время его визита в Китай, вызвали различные дискуссии в Германии. Ожидается, что обсуждение обострится во время трехдневного визита министра иностранных дел Германии Аналена Бербак в Китай, который начнется в четверг. Бербак и ее партия «зеленых» выступают за жесткую политику в отношении Китая. Ожидается, что Бербак воспользуется своим визитом именно на этом основании. Саудовская Аравия объявила, что ратифицировала подписанный с Китаем меморандум о взаимопонимании в области чистой водородной энергетики. В этом контексте был одобрен меморандум о взаимопонимании, подписанной между Министерством энергетики Саудовской Аравии и Национальным управлением энергетики КНР по сотрудничеству в области чистой водородной энергетики и между налоговыми органами двух стран. В связи с напряженностью на Тайване стало известно, что 16 апреля администрация Пекина закроет свое воздушное пространство на севере Тайвана на 27 минут. Министерство транспорта и коммуникации Тайваня протестовало решение правительства Пекина. Власти Тайваня заявили, что администрация Пекина сначала хотела ввести этот запрет на три дня в период с 16 по 18 апреля, но после реакции он был сокращен до 27 минут. Министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис заявил, что они могут защитить Европу без помощи Китая, добавив, вместо того, чтобы просить о помощи, мы должны показать свою силу и показать миру, что Украина, Европа и США хотят и могут обеспечить безопасность Европы. Это единственный сигнал, который мы должны послать. Ландсбергис в своем заявлении в твиттер-аккаунте раскритиковал Европу за поддержку тоталитарных правительств и инвестиции, сделанные в этих странах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова